Сегодня у нас 27 июня 2019 год. Вот мы с утра до обеда работали на Рыжском пруду, а сейчас вот после обеда вдвоем с Иначеичем работаем на картофельном нашем огороде. Я прохожу, сейчас покажу, агрегатом ручным, взбиваю корку эту верхнюю, сорняки также взрыхляю, а он уже окосником проходит и огребает картошку. И вот уже вот докуда дошли, вот этот участок мы уже после обеда прошли. Сейчас время 5 часов. Это с 2 до 5, наверное, 3 часа где-то примерно работаю. За 3 часа вот это мы все прошли. Вот даже вот укропчик растет, то есть витаминчиков захотел, раз, пожевал. Вот жучки, он сразу раз сбежал. По пути я, у меня вон агрегат, вот он мой стоит ручной, по пути я сразу баночку, туда жуков собираю колорадских, а если личинки, не личинки, вернее, а яички вот эти вот всякие разные, я их просто доблю. Пока только полосатики и личинки, эти яичейки. Все. Скоро личинки полезут. Иначе, значит, с двух сторон оба рядка проходят. Значит, что получается? Я раньше так делал, даже сегодня еще утром. Окучивать я вот так вот. Вот. А потом эту точно так же. А потом думаю, я тут один окучиваю-то сегодня, мне зачем это придумывать? Я тогда беру рядок, ну, какой он ни на есть рядок. Ну, и начинаю с этой стороны. Что там есть, подтягиваю, все, не поворачиваю. Вон она, валиком. Сразу перекидываю, где шел. На той стороне я не делал. Вот он маленько разрыхлел, не идет оно нормально. Опять. И намного быстрее. Вот считай, что после обеда мы вышли, вон где край, покажи, где кольца. И окучивает, а я один, а ты подрезаешь. Фактически двое на одной тяпке сидим. Не сидим хотя, ну... А я теперь отсюда подряд, весь ряд. А она раз весь ряд, она и посередке попадает. Даже можно показать вам сколько. У меня пропуска сейчас перестали быть. А до этого разворачиваюсь. Одну лунку сделал, развернулся в другой, забыл. А здесь прозарыхленая. Я его... К лунке-то... Длинная должна быть. Вот она, мне доносу. Не нагибайте. А то я каждую лунку раскручивал вокруг нее. А на самом деле-то это... Ну... Как ты считаешь? Хороший способ. Вот, види какой. Я уголиком как бы всю землю-то скребаю. Она попадает и между ряди. Соломка какая есть, все пойдет. Она будет задерживать влагу. Соломка, лунка, с этой стороны, когда там пойду, буду выгребать. Думаю, как же я раньше-то так вот не подумал. А почему стал думать-то? Что-то пруд разевает, жарко. До обеда-то мы заканчивали Рыжковский пруд. Володя Пенкин, Владимир Иванович, хорошо помог, он уезжает с Гликери. Он как... Ну, двоюродный дедушка. Продедушка даже, про... Зачем уезжаешь, Паводенька? Ну, я не знаю, еще он решил уезжать. А теперь я вот здесь разворачиваюсь. Ну, мне трудно искать жуков, потому что ты проходишь, ты их все сшибаешь на пол. Но иногда встречаются. ты мне дал новые из целой перчатки. Я их просто давлю. Вот. Вот это место я его воткну. Вот так. Возьму твой аппарат. Покажи, что ты делаешь. Сегодня какое число? 27-ое. 27-ое. Так и давай, дружок, покажи. Одноколесная техника. Как назвать ее? Одноплужный лемех. Секатор, он, одни словом. Ну, из секатора, как он там? Там чем она режет? Это нож какой-то внизу? Ну, покажи. Банка у него с жуками попутно ловит. Ну, да, я туда их. Во. Это велосипед. Мы таких тут можем наделать штук 20. Два сара велосипедами китайскими. Китайский велосипед вот, Володя, прокатился вечером, а утром уже не гожий. Все. О, брат ты мой, какая история. Я тогда с той стороны зайду. Это еще Сергей Егорович, который уехал у нас, брат. Он еще с двух сторон наточил. Сергей. Да. И назад можно немножко. Ну, назад это я не знаю. Это колесо должно быть, нож впереди. А то советует, говорит, за собой тащить. А за собой тащить что-то увидишь-то. И картошка вся пойдет под нож. какой-то у тебя не очень такой. Нож потеряешь еще. это ключ от бензопилы вообще? Ну вот, от бензопилы. Я не советую его брать с собой. Надо что-то другое сделать. То есть, я вот вперед провожу, например, да, а потом раз между этими гнездами, раз, задним ходом, и все. Да, между гнездами это я могу сделать это, тяпкой. Вам не отвлекаться. Ну да. Вот столько движений сделает. Вот пускай Олег Синяев так столько сделает. И болеть не будет. Пусть Осипов приедет сюда. Ему дадим отдохнуть. Потому что смена труда есть отдых. Вот мы с утра до вечера здесь. А то своего рода тренажер. Туда-сюда, туда-сюда. Понятно. Я вот сегодня встал в 2.30 ночи. Все на этом. Днем минут 15 захватил. А ты, смотри, срежешь. Срещается у меня резаная картошка. Осторожно. Ну-ка, жуков-то не видать? Ну, пока нет. Пока не вижу их. Это, конечно, хорошая техника. Да ты один раз веди и все. Не надо два раза назад. Я тяпкой это сделаю. Веди просто и все. Иди, иди до конца. Нет. Дело в том, что она широкая, нож узкий. Я не успеваю все сразу пройти. Я в разные стороны прохожу еще. Вот эти вот я давлю. А это что? Это вот колорадский жук. Ну-ка, подожди. Вот они такие вот маленькие-маленькие, как икринки, а уже едят. Вон, дырочка уже образовалась. Еще? Уже едят лист. Вон, проели. Проели. Надо их убивать, и да. То есть они такие проглоты уже. А вот вот сам этот. Ну-ка, как ты его? Сам сам. Вот. Может самец, может самка, не знаю. Вот говорят жуки в Ветхом Завете. Толико разок. Колорадские уже были жуки или нет. И слово их, как крах, будет распространяться. Меня один спрашивает, говорит, а как там написано в таком-то языке? Я посмотрел, и говорит, как язва. Ну, все, наверное, дальше ты тебе, ты прошел в норму. Ну, да, где она у меня? А вот она где? Вот она, вот видишь где? Одну, говорят, да, пять назад. Тебя долго не было, я подумал, что аппарат дома забыл. Нет. Я шел, снимал, говорил. В следующем году, даст Бог, я сделаю уже под этот нож редки все, чтобы они более ровные. вот сколько движений приходится сделать. И все это польза для сердца. Таблетки здоровья не дадут. Дает здоровье Господь на лоне природы. Вот видишь как. Владимир Александрович Пащенко. Главный агроном на этом огороде. Не, главный агроном это матушка. Матушка. Людмила Ивановна. Я только в помощниках. Антоненко Лаппина стала. Вот интересно, я сколько знаю, украинцы, ну украинки у нас называют хохлушки, ну все вредные. Вот от того вредные по-своему настаивают и все. Почему? То ли так их учат там. Им неприятно, когда я говорю. Они говорят, нет, нет, мы такие и есть. Прямо со слезами мне рассказывают, говорят, ну такое дело, я пригласил человека домой, говорит, она не хочет его. Я говорю, зачем ты водишь? Он говорит, ну как же, живем же верующие. Ну и все тогда. Слава Богу. А это вот усадьба была бы Романа, малыша. Ну вот он уехал, то есть продал это все. Не захотел тут жить по законам, которые есть в христианстве. Собирал всех в друзья, кто против патриарха. Определение какое. А кто заговорил, что патриарх имеет благодать, тех он считал врагами, еретиками. А приехал, крещение принимал, причащался, и вдруг в одну ночь все изменилось. не пободрствовал и дьявол вошел в дух блуда. Вот это многоженство. А там он просвечивает. Это вода Камагориха, лагерный пруд. Купается уже. Но мы еще не купались, надо сходить. Камагориха.